Дорогие зрители, перед экранами у нас в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета. КФУ проводит цикл встреч в рамках всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием». Отмечу, что она организована Российским обществом знаний при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования России. Акция стала частью федерального просветительского марафона знания. В Казанском федеральном университете координатором акции выступает Департамент по молодежной политике. В роли спикеров выступают известные государственные деятели, руководители, а также ученые. У нас в гостях здесь в шоуруме были уже Михаил Абрамский, Михаил Варфоломеев, Лилия Бакулина, декан юридического факультета. И сегодня у нас в гостях Леонид Григорьевич Толчинский, кандидат социологических наук, заслуженный работник культуры Республики Татарстан и декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации. Здравствуйте, Леонид Григорьевич. Леонид Григорьевич, начать хотелось бы с места в карьер, если вы позволите, да, и в карьер так, немного игрослов. Вы начинали свой путь с должности корреспондента-социолога и далее проделали, ну, такой, небольшая тавтология, но большой путь, действительно. И сегодня вы декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации с таким багажом знаний. Я думаю, если первокурсники здесь Высшей школы есть, я думаю, еще они даже не представляют, что их ждет на протяжении следующих четырех, а если пойдете в магистратуру, то и шести лет. Вот хотелось бы у Вас узнать, как начиналась Ваша карьера, Ваш этот большой достойный путь. Спасибо, спасибо тем, кто собрался. Я вижу, что ты первый есть, и не только первый курс, да, с кем-то мы уже так более-менее знакомы, с кем-то знакомимся. Спасибо организаторам акции, потому что они фактически через эту акцию дали возможность не только мне, но и моим коллегам, вот, директорам и деканам познакомиться и представить, презентовать себя. У нас редкие бывают случаи, когда мы можем сами себя как-то представить и обрисовать, откуда мы вообще взялись такие, что, наверное, будет не безинтересно, потому что акция называется «Поделись своим знанием». Ну, знанием мы делимся все-таки чисто знанием в процессе лекции, в процессе практик, в процессе обучения, а здесь, может быть, знание как некий вот опыт, откуда оно вообще берется. Хорошее, плохое, ну, разное бывает, но откуда-то берется. Значит, поэтому, мне кажется, что это очень хорошая инициатива, возможность вот так нам поделиться. Некоторые заканчивают университет и не знают вообще, кто у них директор или декан. С одной стороны, это хорошо, это значит, что они не попадали никогда в тяжелые ситуации, с другой стороны, ну, все-таки, чего бы не знать-то. Вот, поэтому несколько слов о себе, да, то, что вы, собственно, спросили. Значит, здесь что-то нажимать, куда? Можно я буду сидеть, потому что немножко подсел голос, и по мере моего движения может голос нарушаться, и вот будет не очень хорошо. Поэтому, извините меня за то, что буду исключительно вот в таком находиться положении. Когда мы стали готовиться и вот с коллегами, в том числе, пытаться, ну, как-то представить себя, как мы свою жизнь строили, оказалось, что, когда начинаешь это суммировать в этапы превращать, все укладывается в пять кубиков всего. Вроде так много чего-то делаешь, так много живешь, так много общаешься, тысячи знакомств и контактов по, ну, не только России, далеко за пределами России, а все, вот видите, в четырех квадратиках и пятое, это, который сейчас. Школы. Ну, можно вообще с детского садика начать. Детский садик тоже тут рядом был, вот, на площади Свободы. Там тоже контакты были свои. Там тоже какие контакты, вы что, еще какие контакты. А главное, что и жил я на этой улице, родился на этой улице, вот здесь, где находится университет возле Кремля. И каждый день мимо университета так проходишь, здесь была больница, там, где часовенка, там был морг, и мы все время туда лазили через забор, потому что было интересно посмотреть в окошко, чего там происходит. То есть уже тогда нас интересовали внутренности жизни, да, земной и неземной. Вот, ну, школа, это этап, конечно, всегда, школа имени Горького на улице Горького, здесь тоже на соседней улице. Почему я ее отдельно обозначил? Потому что для многих, я посмотрел даже коллег своих, школа действительно играла большую роль, и вот вы многие только пришли из школы, еще когда-то с годами оцените ее вклад в ваше становление. Знаете, чем была хороша школа? У кого-то они были специализированы, у кого-то они были супер, но в наше время таких уж крутых не было, были несколько спецшкол и обычные средние. Вот она была обычно-необычной, она, поскольку она располагается в центре города, вокруг стояли дома трущобные, ну, жители трущоб, в общем, да, их уже сегодня нет, все снесли. И дома, ну, назовем сейчас так, какие, блатные, да, это обкомовские, элитные их назвать, сейчас они близко не подпадают, ну, тогда элитные, да, там жили семьи руководителей обкома партии, совета министров Татарстана, и все ходили в школу в общую. И вот это социальное, понятие социальное неравенство, оно, оно как таковое отсутствовало, оно же в голове не укладывалось. Конечно, школьная форма, конечно, единые стандарты образования, которые существовали, они всех выравнивали, ну, и мы все, вот, вот, варясь в одном котле, в одной каше, и учителя, которые вынуждены и должны были лавировать между этими разными уровнями подготовки детишек, разными капризами этих детей, у кого-то выше, у кого-то ниже, доводили до 10 класса максимально выровненную, любящую друг друга аудиторию. Для этого постоянной коммуникации, видите, я про слово коммуникации вспомнил, да, школа была наполнена этим. Она и сейчас, кстати, одна из лучших в Казани, хотя не входит в разряд таких суперспециальных школ, но, ну, вот, традиции там очень большие. Она, кстати, старейшая в Казани из уцелевших. Она, ей в этом году, если не ошибаюсь, исполнила 120 лет. Вот школа, университет. Ну, в отличие от моих коллег, мой путь в университет обратный был очень длинный. Многие, придя в университет, здесь и продолжили свою карьеру. Я здесь отучился, причем учился очень так сложно. Начинал на одном направлении, пришел из армии уже на другое направление. Но университет Аль-Маматор, мы к нему вернемся, поэтому его надо было зафиксировать, и я это сделал. Заканчивал я уже как социолог. Почему, собственно, к вашему вопросу, корреспондент-социолог, я и начинал работать. Но в промежутке была армия. Они хотели сказать особо, почему нарисованы Каракумы, потому что служил я на границе с Афганистаном в Каракумах. Это удивительное, интересное время. Время, когда страна ведет, соответственно, боевые действия. Время, когда все не по наружке, а по-взрослому. Время, когда боевые дежурства настоящие. Время, когда ты получаешь новую профессию. Вообще никак не связано с гуманитарной. Она связана с тем, что творится в воздушном пространстве страны. И это большой урок, опять же, контактов, потому что люди разные со всей страны собраны. У нас и парни из Эстонии служили, и из Западной Украины, и из Молдавии, и из Закавказья, и, естественно, Средней Азии. Страна-то была одна. Никакого недопонимания друг с другом не было. В этом смысле армия это хорошая, действительно, школа. Этап. Еще один кубик прошли. Вот и все, казалось бы, да, вот вся жизнь. А потом начинается то, о чем спросил сейчас меня уважаемый ведущий. Я получил приглашение в газету. У меня было несколько приглашений, куда пойти работать. Очень хороших, но не в Казани. Я получил предложение из газеты «Вечерняя Казань». Самая крутая региональная газета Советского Союза. Региональная. Потому что она имела тираж под 250 тысяч. Что такое 250 тысяч на миллионный город? Это, то есть, каждая семья выписывала эту газету. Каждая. То есть, интернета не было, как вы понимаете, да. Телеканал один региональный. И источник информации газета был суперценный. А газета выходила шесть раз в неделю вечером. Смотрите, вы уходите на работу, возвращаетесь с работы. А у тебя в ящике лежит газета, где все новости дня, как в интернете. Перед тобой. Который в течение дня... Популярность фантастическая была газета. И тогда я получил приглашение к корреспондентам, социологам. Потому что начинались современные перестройки. Что такое перестройка, слышали, да? Глаз, перестройка. Я все время второй курс знаю. Я все время спрашиваю, вы это точно учили в школе, нет? Потому что часто оказывается, что не учат, да? Хотя это вот совсем свежее для нас, свежее время. Когда начинается властность газеты, начинают приобретать новое лицо. И им нужны специалисты отраслевые. Если мы говорим об обществе, им нужны социологи, которые могли бы об этом обществе качественно писать. Мы начали... Следующий кубик перейдут, когда работать с Овцом, проводить социологические исследования. Никто не мог внятно написать, чего мы исследовали. Вот. Это почему-то получалось. Редактору это понравилось. У меня пригласил на фантастические условия. Очень большая... Газета уже тогда была негосударственной. Очень большой... Потолок зарплаты был предложен. Ну, я пришел неожиданно для себя в медиа, где задержался на вот всю жизнь. И параллельно через два года вот был приглашен уже в правительственный центр экономических и социальных исследований, о котором я скажу чуть позже. Вот и все. И пройдя вот этот круг, СМИ, ЦСИ, да, потом вот шесть лет назад получил приглашение возглавить, формировавшись тогда на базе... Он был журфак, потом он лишился этого статуса, всякий имел промежуточные статусы. Стало формироваться в результате высшей школы журналистики и медиокоммуникаций, где большинство из вас сегодня учатся. Ну, и вот все. И состоялось возвращение в университет. Вот и все этапы жизни, да. Все 55 лет можно идти на пенсию. Блин, в этом году был юбилей, 55 лет. Да, если бы я был женщина, я пошел бы на пенсию. Вот. Уже нет, да. Я уже, похоже, как мужчина до нее не дотяну, да, все время будут возраст подтягивать. Но мы не спешим. Дорогие наши зрители в шоу-роме, у вас есть возможность уникальная задавать свои вопросы, абсолютно любые. Главное, поднимайте руку. В любой момент мы увидим, обязательно предоставим вам слово. Ну, у меня есть... А, у вас вопрос? Я хотел вопрос. У меня есть там продолжение, немножко расшифровка. Если позволите, да. Это вот, собственно, что входило в этот уже такой профессиональный. Оказалось, что все тоже в 4 пункта укладывается. Ну, что же, ничего такого фантастического нет. 4С я это назвал. Это, собственно, работа в средствах массовой информации. Причем там, где удалось пройти все платформы и форматы. Это и газеты, я уже говорил про это. И, кроме того, мы еще делали газету «Площадь свободы». Она вначале выходила в рамках республики Тарстан, государственной газеты. А потом стала самостоятельным, полноцветным изданием, которое успешно погибло, потому что были кризисы и не смогла она это преодолеть. Но была очень сильная газета. Ее фишка была в том, что ее делали не штатные журналисты, а супкоры, которые работали в Татарстане и в Поволжье, собирая кучу специфического эксклюзивного материала. Они не знали, куда его деть. Ну, не брали в ТАСС это, например, или в РИА Новости. И они это приносили к нам, и тут вот самая эксклюзивная информация вываливалась. Телевидение. Это, прежде всего, ГТРК. С 1993 года я начал вести программы. Все программы в прямом эфире. У всех формат, кроме Вести Плюс, был час и больше. Только прямой эфир. Значит, это круглые столы. Программа «Реформ какой не быть». Очень обсуждали в ельцинские годы, что нам делать вообще, как нам жить. Все шумели, ругались. Было очень интересно. Вот. Программа «Правительственный час». Это где собеседником твоим садился какой-то министр. И тоже в прямых эфирах он отвечал на вопросы твоей и зрителей. Эта программа «Та же площадь свободы» была. Потом «Итоги недели» почти 15 лет. Программа «Долгожитель». Она потом еще выходила, но уже в записи на канале «Звезда». Это программа «Вести Плюс». Шикарная совершенно, с моей точки зрения, программа. Где мы в прямом эфире давали ночные новости в свободном формате. В свободном. Представляете, когда ты новости можешь обыгрывать и превращать их в мини-спектакль, в шоу. Эта программа, к сожалению, ушла сегодня из сетки ВГТРК. Но, мне кажется, вот это немножко недостает, в том числе и молодым. Потому что смотреть традиционно, новости тяжеловато, скучновато. Там увеселились души. Хорошая была очень программа. Мы сформировали первую коммерческую студию «Харият». Которая первая производящая. Она только производила программы и продавала их действующим телеканалам в республике. Мы сформировали... Да, потом был Татмеди, конечно, и «Татаринформ». В рамках которого было и информагентство, и телевизионный тоже. Был свой павильон. И радио «Спорт-ФМ». То есть это еще и радио. Об этом все можно рассказывать долго, но тогда у меня просто выгоните из этого зала. Зачем я это буду делать? Тем более, что мы, если с вами будем учиться, как вы сказали, 4 года успешно, мы еще друг другу это все расскажем. Социология – это мое родное. О социологии можно говорить долго. Это в основном 90-е годы. В рамках работы в Центре экономических и социальных исследований. И в газете «Вечерние экономические исследования», конечно. Тут мы создавали огромное количество методик и практиков. Понимаете, социологические исследования проводить было нельзя. Они проходили только отраслевые или закрытые. Тут гласность «Перестройка». Мы с Российским, всесоюзным тогда Центром изучения общественного мнения, Академия Гзаславская, стали распространять исследования общественных настроений на регионы. Некоторые депутаты Верховного Совета Татарстан тогда даже предлагали дело завести в прокуратуре на нас, потому что какое мы имели право изучать общественное мнение и об этом говорить. Это было настолько дико и непонятно, но мы эту методику отработали, мы прошли через все, мы вообще наладили этот мониторинг, который до сих пор благополучно уже всероссийский Центр общественного мнения продолжает. Мы разрабатывали методики оценки коррупционной составляющей, наркопотребления в республике. Мы разрабатывали методики, ну, естественно, пробировали все оценки эффективности работы органов внутренних дел, которые до сих пор являются базовой для Министерства внутренних дел Российской Федерации. Мы отрабатывали, в конце концов, методики контент-анализа, СМИ применительно к новой ситуации. За это меня ругали, критиковали все телеканалы, и газеты, и журналы, потому что никому не было приятно, что по ним стали появляться цифры. Сегодня все радуются. О, мы первое место в медиалоге, мы четвертое место еще в каком-то рейтинге. Когда мы это начинали, без всякой машины обработки, делать вручную, составлять про это методики, и, соответственно, нарабатывать в практике, СМИ готовы были нас разорвать. Это надо было выдержать, конечно. Как меня только не обзывали, мои же коллеги, я думаю, до сих пор многие очень обижены. Хотя сегодня это просто уже практика. На основании методики контента-анализа органов внутренних дел я защитил уже и диссертацию в 1999 году по социологии. Ну и там же социально-экономическое программирование, работа ФЦСИ, нам была поставлена задача президентом республики, я много уже говорю, да? Нет. Президентом республики, Тим Шарипчем Шаймеевым, все развитие республики должно быть по программе, запрограммировано. Оно не может идти сумбурно. Вахханалия такая, которая творилась в регионах, это начинает превращаться в программы. Вначале первую программу, в создании которой участвовал, адресная социальная защита населения, мы внедряли. Представляете, тогда, в 1993 году, в 1994, мы стали закладывать, скажем, компьютеризацию данных людей, требующих социальной поддержки. Это же цифровизация, то, что сегодня, да? Компьютеры 386-е, ногой пнул, интернет вообще непонятно, что, ногой пнул, он заработал, чуть-чуть отвлекся, все отвалилось, там эти дисководы, все эти диски сумасшедшие. Кстати, лидером по этой, вот, это эксперимент был, лидером был Воскогорский район, который возглавлял нынешний президент Республики Мениханов, вот, он пошел на этот эксперимент, и нам удалось все-таки, максимально, через эту программу, снизить социальные напряжения в обществе. Потом появляется программа социально-экономического развития Республики уже в целом, многоотраслевая, многокомпонентная, она называлась «Жизнь без нефти» в народе, очень знаменитая, первая такого рода программа в стране, потом появились региональные программы, Челнов, Елабуги, Бугульмы, появилась программа, кстати, противодействия наркотизации, коррупции, параллельно отрабатывались и в том числе технологии профилактики, антикоррупционной, программа ликвидации ветхого жилья, в общем, огромный массив социально-экономического программирования, которым в качестве эксперта я занимался и в 2000-м году мы были приглашены с директором ЦСИ в качестве уже экспертов в ЦСР, Центр социального развития, путаюсь уже, как эта аббревиатура шифровывается, он и сейчас действует, ЦСР, ЦСР, но это был аналитический центр будущего президента России Путина, потому что под него создавалась новая программа в 2000-м году, как вылезти из 90-х, из этого ужаса. Вот там собирали они региональных экспертов, чтобы понять, что происходит в регионах. Ну и там, последняя связь с общественностью, параллельно еще мы впервые в республике ввели термин пиар. Самоиздатские книги на ротаторах размножены на русском языке, никто не понимал, что это такое, все считали, что это большая авантюра, какой еще пиар, пиар-миар. Вот, я всем ходил и рассказывал, потом мне дали этот эксперимент полностью реализовать с командой, соответственно, коллег на КАМАЗе, когда он остановился, и была проблема ликвидации этого предприятия, чтобы не допустить, я этого работала специальная комиссия, в которую я в том числе входил, и мы там в том числе вели гигантский пиар, гигантскую пиар-работу, потому что надо было международных инвесторов привести в чувство, успокоить и заставить работать на интересы КАМАЗа и Российской Федерации, это российское предприятие, и следом очень похожую работу мы уже делали несколько лет на Украине, Укрт от Нафта, крупное нефтяное предприятие, находящееся в Кременчуге, если сводки читаете, его сейчас очень активно бомбят иногда, потому что там высококачественный бензин, высококачественный ГСМ изготавливается, это действительно образцовое, хорошее, было сильное предприятие с очень сложной структурой собственности, половина, часть вот Татарстана, часть Украины, но и это позволило вообще понять, что происходит на Украине, потому что то, что там происходит, это начиналось тогда, и со всем этим пластом, в том числе и политиков, и Черномырдин с нашей стороны, и Янукович со стороны Украины, мы тогда очень плотно работали. Вот и все четыре с моих, там расшифровано, много мелочей и так далее, все четыре с, которые собственно заняли эти 55 лет жизни. Можно, конечно, сейчас продлить слайды, и я уйду тогда в то, что называется общество 5.0, несколько скажу об этом, но смотрите как, те, кто первый курс, мы об этом с вами обязательно поговорим в ближайшее время, еще, ой, как вы еще будете мочиться, те, кто второй, кое-что про это слышали, я надеюсь, не забыли, а может быть, конечно, не слушали, и тогда и забывать нечего было, смотрите, вот, но я могу пару, если будут вопросы, пару фрагментов из того, что мы называем общество 5.0, здесь тоже, в том числе, и напомнить, но, поскольку вот крен так задали про меня больше, то, может быть, действительно правильнее вопросы-ответы, мне было бы легче, есть еще наши зрители, я вам рассказал все, все, что про себя знал, вот. Ну, я думаю, самое время поаплодировать, конечно же, ждем от вас вопросы, дорогие гости в нашем шоуруме, но пока я себе позволь, Леонид Григорьевич немного узнать поподробнее, так немного возвращаясь, там, о чем я думал на первом курсе, да, и чтобы я там мог сказать, ну, вот, там, годы были другие, времена были другие, газеты, перестройка и так далее, сейчас, конечно, так не получится, ну, или там, сейчас, конечно, такого нет, вот, такие слова и там от своих коллег тоже, одногруппников слышал, когда вот перед нами там какие-то гости выступали, это сейчас уже там спустя время понимаешь, в чем фишка и в чем вообще суть, и вот, хотел вас спросить сегодня, да, как можно состояться, в какую сторону двигаться, или как выбрать эту сторону, ну, понятно, ты закончил университет, вот, как сделать так, чтобы тебя пригласили, или может быть не нужно, чтобы тебя приглашали, или нужно самостоятельно развиваться, в чем-то? Ну, вообще, ни один из путей не возбраняется, да, ну, конечно, ожидать, что тебя сейчас пригласят тяжелее, да, это путь такой, очень рискованный, локтями толкаются практически во всех отраслях, деятельность сегодня, конкуренция очень высокая, причем, конкуренция выстраивается на пересечении знаний, вы можете очень много знать про медиа, вы можете быть даже очень неплохим, уже подготовленным здесь, и в том числе какими-то практиками, параллельно работными специалистами в этой сфере, но ваши провалы, скажем, в IT-знаниях сразу вас сделают неконкурентоспособным, и при всех прочих условиях вас никто не пригласит, поэтому, значит, нужно многое делать самому, для того, чтобы взять еще массу, ну, кстати, мы даем много смежных, что называется, знаний, и максимально входить во все соответствующие, интересующие вас сферы деятельности в качестве практикантов, потом уже полноценных, может быть, не самых пока еще высокопоставленных на первом этапе, но полноценных сотрудников, для того, чтобы искать, искать себя максимально к моменту завершения процесса учебы. Процесс учебы я имею в виду все-таки полноценные шесть лет, потому что, если мы говорим о четырех годах бакалавриата, это все здорово, в нашей сфере точно вас используют по полному параду, как диктофон на ножках, как носителя микрофона, как человека, который с места событий передаст более-менее качественные знания, информацию. Все. Дальше никуда. Дальше конкуренты вас задают. они себя презентуя, хватая, набирая, видите, у меня, даже я говорю, почему я так много акцентов сделал на аналитике. Аналитика все время поглощения новых знаний, связанных со способностью системно анализировать процессы, делает я все время конкурентоспособным. Я там написал с гордостью, заслуженный работник культуры, да, это, кстати, очень важно. у нас раньше не было звания заслуженный журналист. Вообще плохо понимают, что и такой заслуженный журналист, перед кем. А заслуженный работник культуры, потому что ты несешь культурный код, во-первых, в общество, а во-вторых, одним из оснований присуждения этого звания было за вклад в развитие аналитической журналистики, аналитической. Чувствуете, не просто так. Это не потому, что я даже такой хороший, время диктовало, либо останешься на обочине, либо будешь все новое и новое поглощать. Поэтому, если хотите состояться, быть замеченными, надо очень для этого стараться. Увы, так просто сейчас никто никого не заметит. В наше время было проще. Понимаете, ну чего же, говорит, одна супергазета, я в нее принес материал про социсследование, редактор на нее посмотрел, сказал, какой классный. В румынских кроссовках в шубе медвежий, румынский из армии привез, в шубе медвежий, вообще как клоун пришел, принес ему социологию, принес какой неординарный парень, еще и пишет хорошо. И сразу пригласили на огромный гонорар. То, чего сейчас не удивишь. Хоть лысым приди, хоть сизом покрашенные, хоть в румынских кроссовках, хоть в каких. Вот тот случай, встречает по одежке еще все-таки работало. Сейчас все-таки по уму все больше, больше по уму выщелкивает людей. И это надо иметь в виду. Надо иметь в виду, что путь на вершину профессии, не важно каких вы там выберете себе, в конце концов, он будет сопряжаться с жестокой конкурентной борьбой. Вот если я правильно понял вопрос, то я на него очень грустно ответил. Но с другой стороны, у вас есть гигантское конкурентное преимущество, опять же, многообразие тех же, это вот про 5.0, многообразие медийных платформ, многообразие технологий, которые сегодня, на которых, и посредством которых сегодня можно состояться. Какая платформа была у нас? Газета, бумага, все. Ну, может, на телевидение пустят. Меня пустили, потому что я при правительстве начал работать, да, так бы тоже, как журналистов, и не впустили, возможно. А сейчас все-таки состояться, себя показать через многообразие платформ. Но надо ими владеть. Надо высокотехнологично владеть вот этим самым платформой. Специфика медиапотребления, если мы говорим, многоплатформенность, гигантское количество платформ. Ну, об остальных я не говорю, тут, но каждый кубик, это огромное количество слов, или, видите, доступность этих платформ. Вы не могли издавать свою газету 30 лет назад. Очень трудно это было сделать, как правило, делали на базе уже существующих, та же вечерняя Казань. Сегодня вы можете сами себе быть, медиа, и сами формировать контентный поток, максимально профессиональный, если вы знаете, как, конечно, и глобальность. То есть, входя в сеть интернет, вы фактически становитесь глобальным игроком. Насколько у вас получится, другой вопрос, это вопрос знаний технологии. Но сегодня ограничений там вообще состоятся, сидя в Казани, быть супер популярным в Рязани или, я не знаю, в Вашингтоне, проблем не вставляет. Даже язык сегодня ограничения. Две манипуляции там на клавиатуре, и вам будет осуществлен перевод моментальный на тот язык, который вам доступен или вашему пользователю. Гигантские же возможности, гигантские, которых раньше не было. Алгоритмизация, если вы ее освоите, если вы поймете, мы об этом очень много говорим в ходе занятий, лекций, все хитрости, хитросплетения того, что мир алгоритмизации для медиа означает, последующей персонификации, контента. Вы будете на высоте. Паттерны в медиа потреблении. Интернет родился при нас. 1994-1995 год. Он стал в этом здании, кстати, знаете, он стал появляться в Казани. Здесь сидела фирма Ford Dialog, которая первая подвела интернет, подала интернет казанцам. Смешной через телефонные линии, опять же, это трещало, пищало, ногой пинало, и он тебе через 10 минут делал перезагрузку страницы. Но началось. Процесс пошел. Мы учились этому с трудом, как это, зачем это. Вы родились с интернетом, с пальцем на сенсоре. Да? Ну, смотрите, и мы ведь за эти годы все-таки освоили это все. Если раньше интернет называли игрушкой молодых и прерогативой молодых, и контент туда нужен только с учетом молодежи. Сегодня, извините, таких, как я, там сидит половина почти. Это не молодежная сегодня игрушка. И они требуют высококачественного для себя контента. А медийщики, наши с вами коллеги, по-прежнему туда гонят молодежную, извините, департамент молодежной политики молодежный УБУДУ. Считают, что там сидят те, кто примитивный, что называется, скавает. People have it. Знаете, есть такое выражение в медиа. А он уже это нет. Он требует качественного откалиброванного по возрасту. Отдельно для молодых. Отдельно для тех, кому 30-35. Это уже своя публика. Отдельно для тех, типа меня. Ну, слушайте, бабушки, дедушки наши сами тоже обучились интернету. У кого есть бабушка, и дедушка сейчас все поднимут руки, У кого из них нету сегодня ватсапа на телефоне? Есть у вас, У вас счастливая бабушка или нет ее, да? Да? Они большинство подсели уже на ватсапа, да? Более того, их оттуда не вытащишь. Нас можно? Мы и другие знаем еще, что заменить там. Телеграм, там, ВКонтакте, где-то еще бродим. Они не так это любят. Но там же тоже пошел обмен контента. Он перестал быть просто мессенджером. Он стал большой контентный платформер, через который распространяется гигантским потоком контент. И он очень влияет на умонастроение людей преклонного возраста. Очень существенно влияет. Кто об этом думает, кто для этого будет создавать дальше специализированный контент, кто будет так или иначе обеспечивать запросы людей в возрасте, которые не совпадают с контентными запросами людей совсем юных, которые сегодня с трех лет уже сидят с этими и играются. Это уже тоже контент. Игры – это тоже контент, это тоже медиапространство. Это совершенно… Видите, какое поле для приложения… Я к чему веду? Это поле для приложения сил. Когда говорят, куда столько медичков готовится. Их мало готовится. Другое дело, что не все идут в медиа, но потребность в медиа для разных возрастов, для разных платформ, для разных категорий пользователей просто катастрофическая. Общество испытывает дефицит, дефицит, тем более качественной верифицированной информации, отсегментированной по возрастам. И в этом смысле вот в этом контексте состояться сегодня куда проще. Куда проще. Спасибо. Даже поаплодировать, а что вы? Не появились ли вопросы в зале? Пока нет. Будем надеяться, что раздумываются. Точно журналисты? Вот у меня тоже. Вопросы должны задавать. Даже глупые. Мы ведь чем хороши? Мы имеем право задавать вопросы, в том числе глупые, нам за это деньги даже платят, в отличие от других. Потому что, если мы не выясним для себя все, не расположим по полочкам, мы не сможем потом это рентранслировать другим, качественно и без ошибок. Вот другие не должны задавать глупые вопросы после просмотра нашего видео или прочтения нашего текста. А мы-то имеем на это право. Это наша профессия. Чего это вы так-то вообще? Может быть, стесняются пока. Я это уже переборол. Поэтому еще один вопрос от меня, Леонид Григорьевич. Вот мы сейчас уже начали говорить и вы рассказали о том, что у нас много информационных потоков, много разных медиаплощадок. И возникает вопрос здесь, наверное, не только к журналистам, а вообще ко всему обществу. Все-таки, как себе выработать привычку, навык медиаграмотности именно в плане того, как все-таки правильно воспринимать информацию и не дать манипулировать собой как раз-таки этим алгоритмом этой персонификации именно в плане грамотности и понимания всего, что происходит. Потому что сейчас, особенно в этих условиях, очень много информационных потоков. И здесь просто люди, кажется, уже кто на какой поток сел, на том и сидит. И видит мир именно с этого стола, к сожалению, несмотря по сторонам. Да, спасибо. Это большая проблема. Это вот алгоритмизация нам ее подарила. Это действительно на нее ответ в пять минут не дашь. Это большие, глубокие сегодня проходят исследования и практические дискуссии. Действительно катастрофа. Каждый сидит на своем информационном потоке. Вот, знаете, общество современное общество, лишившись цензуры, получило уникальное и совершенное явление. Мы попали в пузырь фантастической самоцензуры, подкрепляемой действиями алгоритмов. Никогда еще каждый отдельный член общества, гражданин, не сидел в таких тисках самоцензуры. Самый простой пример это ваша социальная сеть. что там делаете? Вам кажется, что вы через них получаете всю полноту информации. На самом деле, вы отправляете в бан, в черный список всех, кто вам не нравится. Вы записываете в друзья, только те, кто свой, вы тут же матом того, кто что-то не так написал, вы не терпите в принципе, вы, это не Сергей Брин в гугле сидит, это не Цукерберг, это вы не терпите, но вы, я говорю и про нас, тоже такие становимся, не терпите ничего, что чуждо вашему как-то сложившемуся на единицу времени мировоззрению. То понимаете, какая фантастическая самецензура, люди сами себя зацензурировали, это только на примере соцсетей, то же самое в мессенджерах, то же самое в наших медийных пристрастиях, оно становится татам, это действительно очень большая проблема, как людей вытащить из этого стояния, а собственно вопрос-то про что, про проблему я вот знаю, как из него выйти? Понятно, что как из него выйти, это еще процесс продолжается, надеюсь, будут найдены ответы в ходе исследований, но мне все-таки правило простой, не верить, вот для журналистов, для медийщиков точно, ничему нельзя верить на слова, ничему нельзя верить, даже если есть картинка, потому что еще и так называемый искусственный интеллект, ну и нейросети, который тебе создаст любую иллюзию, любой виртуальный мир тебе создаст, ты в него свято поверишь и будешь им жить, что собственно мы и делаем успешно, вот это наша профессия, перепроверять и верифицировать, чем отличаетесь вы, ну кто хочет посетить себя медиа, мы, от даже рядового блогера, который тоже что-то много пишет или снимает, он не отягощает себя задачи чего-то перепроверять, он верит всему, что видит, слышит, все эти даже сводки вот с там ну с точек боевого соприкосновения, ведь трагедия в том, что каждый что видит, то и пишет, в соцсети, в телеграммы и все, в целом картины, даже журналисты испорчены этим, я вижу вот здесь проблемы, я про них пишу, ору, паникую, ужас, хаос, вношу нервозность в общество, хочется повеситься, реально сколько суицидов в обществе, у людей веры в жизнь нет, в то, что происходит, а если ты вот системно, я же говорил аналитикой, системно вдруг посмотрел на этот мир, перепроверил, уточнил, что это фрагмент чего-то большего, другого, и не все так плохо, а может быть, действительно все плохо, но если это все равно дырка с выходом, как можно выйти и вырылись, и тебе становится понятнее, что происходит, и донести ты это можешь, это, кстати, востребованность более качественной информации, верифицированной, будет возрастать, это тоже, кстати, путь к будущему успеху медийщиков, потому что будут требовать все-таки профессионального контента, пользовательский слишком утомил и дезориентировал, но для нас одно из нескольких правил, которые работают в медиа, это не верь, ничему не верь, на слово, на картинку, все перепроверяй сам, максимальным количеством инструментов, которые тебе даны в руки, в руках у нас гигантские IT-инструменты сегодня, те же инструменты бигдейты, когда мы можем все перепроверить, и даже не выходя со своего кабинета, стола, не отрываясь от стола, добыть максимально полную и правильную информацию. Вот только так. Длинный путь, но кто сказал, что будет легко-то? Да. Вот. Вопросы у начинающих журналистов, наконец-то, может быть, даже потом какой-нибудь подарок вручим. Пожалуйста, передайте, пожалуйста, микрофон. Куда? Вот второй ряд. Прошу вас представляться, рассказать, откуда вы, ну и затем прессонифицироваться, в конце концов. Да. Здравствуйте. Пожалуйста. Я Васильева Ангелина, ученица первого курса телевидения. У меня очень такой интересный вопрос. Чего бы вы хотели в ближайшие, наверное, пять лет еще сделать, чего-то достигнуть, может быть, что-то новенькое попробовать и так далее? В своем. Хороший вопрос такой. Вот, чувствуете, да, мало, пять кубиков мало в этой жизни все-таки еще очень, ну, очень хочется. Яковлев есть такой наш коллега, журналист, который создавал в свое время, он сын главного редактора, легендарного в году перестройки издания «Московские новости», сам был основателем газеты «Коммерсант», такой очень известный, она и до сих пор жива, но там же собственники поменялись много раз, очень талантливый журналист, вот он в какой-то момент, кстати, когда им тоже был полтинник, вдруг вот так решил вот и журналистику сохранить, и чего-то новое привнести. Знаете, что он стал делать? Он стал делать этот замечательный проект «Золотой возраст», «Серебряный возраст», сейчас боюсь ошибиться, он стал собирать по миру гигантское количество историй о том, как люди после 50 изменили кардинально свою жизнь, потому что продолжительность жизни же растет, чем мы, ну, до 23 лет это школа, университет, армия, с 23 даже до 50, ну, 30 лет, допускай, да, вот моей активной такой жизни всего 30. Если продолжительность жизни позволит там 85 протянуть, например, или что, столько же, то еще можно, еще можно 4-5 кубиков нарыть себе, если бы было только желание. Столько историй насобирал, я так завидую этим людям, оказывается, действительно, можно очень много чего хотеть. Мне очень нравилась история одного мужика, из Японии, он 70 чем-то лет вдруг вспомнил, что он хотел быть порно-актером. И, представляете, в порно-индустрии не хватает пожилых, там же все молодые. Что я вам буду рассказывать, вы сами все знаете. Вот. И так он звездой стал, понимаете, миллионы станет, сколотил, жизнь он так поменял на 180 градусов. И поэтому ваш вопрос такой, он, знаете, скорее призыв к действию. Я не знаю пока, чего хотел бы еще. Я точно с вами согласен, что надо наработать новые кубики. Вот это не должно быть последний кубик в твоей жизни, а потом там арское кладбище. Как-то, ну, как-то не хочется. Вот. Надо еще и еще точно, и возможности к этому точно есть. В том числе, кстати, благодаря и цифровым технологиям тоже, и меди-технологиям новым, которые возникают. Так что, не знаю пока точно, что ответить, но я точно не стану звездой балета. Это не получится. По известным причинам я не стану Денисом Мацуевым, то есть, вот этим, который гениально играет. Я не стану хорошим хирургом. Ну, потому что, ну, патологоанатомы мы же станем, да, хирургом нет. Вот. А во всем другом? Про актера надо тоже на это уточнить, чтобы никто не написал потом. Актер? Да, про которого вы рассказывали. А-а-а. мы придумаем. А кто же, если поэта уникс напротив подкачатся. Да? Жизнь полна. Меня зовут Ева Малиновская. Я с первого курса профиля тележурналистики. Я хотела бы узнать, какие качества вы считаете необходимыми для работы в сфере журналистики и телевидения? Ну, вот, это может быть продолжение ответа вот на вопрос, который уважаемый ведущий, да, обозначил. Вот, я уже сказал, не верь. Вот, смотрите, вот вообще три, вот этот триада, да, не верь, не бойся, не проси. Вот, это подвергается, это такой вечный скептик, вечно ищущий, вечно недовольный тем, что нарыл, надыбал, увидел, оттранслировал, и все равно нужно, нужно, беспокойство такое. Все время находиться в состоянии изменения, надо быть готовым, потому что, есть, конечно, понятие профессионального горания, но это отдельная тема, вот, но, то есть, такая неуспокойность жизненная, да, которая, вот, в категорию не верь, входит, не бойся, это большая смелость, это очень рискованная вообще, на самом деле, если этим заниматься профессионально, я тут ночью не рассказывал, а работа в боевых зонах, боевых действий, в той же Чечне, вот, я тут просто про это не рисовал, это же настоящая война шла, и если ты боишься, ну, как я тогда, это часть нашей профессии, должен быть готов, причем страхи могут нас поджидать угрозы, где угодно, на любой мирной теме, вы расследуете, вы заходите на поляну той информации, которую кто-то не хочет выдавать, сдавать, потому что все, что хотят сдавать, пишут в соцсетях, о, смотрите, моя любимая песенка, смотрите, какой у меня завтрак, ужин красивый, это все сдают и без нас, мы должны вытягивать то, что сущностное, глубокое, что глубоко сокрыто, но влияет принципиально на жизнь тех целевых групп, с которыми мы работаем, кто это сделает добровольно, кто это сделал просто так, кто захочет оголяться перед большой аудиторией, никто, ну, кроме этого, японского, значит, никто, и всегда есть риски, нужно быть очень смелым для того, чтобы работать, у меня были годы, периоды, я с охраной ходил, да, то есть, сопровождают люди из органов безопасности, потому что реально угрожали твоей жизни, вот, и что? То есть, можно все бросить и больше не заниматься этим, а можно, ну, походят, походят, потом уйдут, а ты не верь, не бойся и не проси. Никогда медийщик, человек, стремящийся овладеть умами большой массы населения, стать во многом ориентиром для них, сам не должен быть ни в каком вопросе, ни в какой составляющей, просителем, попрошайкой, потому что сразу это делает его зависимым, это сразу делает его субъективным, предвзятым, ну, зависимым от того, где, чего и у кого, это сразу делает его слабее, так тяжело жить, очень тяжело, вы в тяжелую профессию пошли, потому что проще иногда попросить смириться, успокоиться, испугаться, но у Булгакова, помните, Волан, тут все-таки хоть и дьявол, но мысли прекрасные там, никогда ничего ни у кого не просите, особенно у тех, кто сильнее вас, сами придут и сами предложат, конечно, с последним можно поспорить, придут ли, может случиться так, что придут уже на твою могилу, да, и скажут, прости, брат, там все, не хотелось бы, хотелось бы все-таки при жизни, чтобы все было хорошо, но принцип вот, вот быть самодостаточным всегда и во всем, это вы должны быть в центре внимания всех и вся, а не у этих все и вся быть в зависимости, вот верь, бойся, не проси. Спасибо большое. Пока у нас микрофон передается, такой короткий вопрос, Лене Григорьевич, исходя из прошлого ответа, бывают в жизни случаи, когда, ну, что-то не получается, вы сегодня говорили, что там вот издание одно закрылось, но таких случаев на протяжении всей жизни немало, просто что-то не будет, проект какой-то не пошел или там здесь отказали, что делать в таких случаях? Не именно журналисту, а вот человеку? у людей существует тут целый же, сейчас в каждой подворотне уже создают курсы психологической, да, реабилитации, но есть и серьезные, там, научные, в том числе, кстати, в КФУ, школы, которые изучают подробно, как, какие существуют механизмы выхода человека из транса, из ситуации тупика, когда ему кажется, что все закончилось, потому что какой-то очередной проект рухнул, вот, тут универсального совета нет, у каждого свой, у меня-то было все просто почему, понимаете, я все время параллельно занимался еще чем-то, вот видите, в ЦСИ там, там создаются программы, ну, например, там, социально-экономического развития республики на 20 лет вперед, параллельно у меня идет работа на КАМАЗе, я начинаю экспериментировать с тем, что называется пиар, да, и параллельно я работаю на телевидении, ну, если бы даже что-то встало в тупик, да, у меня еще есть два там, каких-то, где я продолжаю по-прежнему двигаться, двигаться и чего-то там пытаться реализовать, это называется хвататься за все, это тоже опасный путь, потому что иногда можешь не осилить, я не могу его рекомендовать как универсальный, хотя всегда просчитывайте в том числе и возможные провалы и сразу все-таки что-то параллельно всегда, так проще, ну, я еще близнец же по гороскопу, всегда за все, есть близнецы? Что-то вас всех мало, два, три, вообще все законы математики опровергаются, да, потому что вроде 12 знаков на такую массу, ну, должна быть более высокая частота, вот, кстати, математика, вот, да, одно из знаний, которое не помешало бы гуманитариям, но это надо было вначале сказать, значит, хорошо, близнецы дорогие, да, вот вы знаете, хорошо, да, мы сразу, нам сразу интересно все, вот, нам нравится вот такой день, когда утром тучи, днем солнце, многие люди впадают в депрессию, да, от такого, здорово, вообще прикольно, вот, когда стоит два месяца жара, как-то скучно становится, сам паричный, это вот такой рецепт, у кого-то там другие свои рецепты существуют, их много, универсальных нет, кто-то в нашей профессии, в медийной сфере, в творческой сфере, в творчестве это особо ярко проявляется, и в той части медиа, где творческий потенциал больше задействован, для кого-то это, ну, такие стимуляторы, как, скажем, алкоголь, но тут надо все время быть осторожным, уйдешь в запое, не вернешься, но, к сожалению, мы знаем массу примеров великих, талантливых людей, мира журналистики и творчества, которые от этого погибли, то есть они, уходя из одного тупика, вошли в другой, тут надо тоже быть осторожным, потому что все антидепрессанты, включая напитки, они ведут к саморазрушению, в конце концов, поэтому надо искать, вот тут мой коллега, Михаил Михайлович Абрамский, говорил, что он любит цветы разводить, например, когда у него все совсем плохо, он просто радуется, что из семечки что-то вырастает крупное, и оказывается, жизнь-то продолжается, вот он вот так вот, много рецептов, не знаю, одного нет. Но все пробовать не будут. Надо пробовать все, кроме алкоголя. Хочу напомнить, что наша встреча проходит в рамках Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием», и также у нас уже совсем скоро в гостях также будут Михаил Дмитриевич Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, доктор философских наук, а также Андрей Павлович Киясов, проектор по медицинскому направлению Казанского федерального университета. Ну и дальше продолжим с оси вопросов. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, Поленова Ариана, первокурсница телевизионной журналистики. Хотелось бы узнать, вот мы сегодня познакомились с вашими многими победами, а вот был ли у вас такой момент, когда случалось так, что происходило что-то ужасное, и вам хотелось все бросить. И если был такой момент, то что повлияло на вас, что вы не остановились? Хороший вопрос. Я и сейчас хочу все бросить. Я уже скажу, да. Это, опять же, возвращение в несколько другой взгляд на вот это не верь, да. Вы сказали победы. Не надо верить, что это победы. Трудно сказать, что это. Вот мне казалось, что это победы. Вы представляете, да? А коллеги тебя громили за это. Потом они за это получали ордена, да, а ты куда-то ушел в другую сторону совсем. Вот. Поэтому никогда не надо думать, что то, что тебе кажется, а потом вдруг, ну, видите, закрывались какие-то проекты. Рухнуло все, что мы вкладывали в проект на той же Украине. какие-то издания закрывались, какие-то программы не вполне были реализованы из тех, которые... Всегда в любом успехе, не надо думать, что он абсолютный, там внутри есть масса того, что ты хотел потом переделать. Вот. Мы программу делаем, выпускаем в прямом эфире, да, программа заканчивается, ты хватаешься за голову первым день, что я там наговорил, да, хотелось все по-другому. И никакие рейтинги тебя не радуют потом, потому что ты сам не удовлетворен. Но вот это же является и стимулом не остановиться. Не удовлетворен же. И, значит, тебе нужно искать новый повод, новую возможность, новое какое-то дело, деяние, проделку, где ты мог бы это все, чего ты посчитал недоделанным или неправильно сделанным, реализовать. Ну, вот это является таким стимулом дальше продолжать, когда, да, хочешь, с одной стороны разочарованию приходит, но как, когда ты еще вот... И, конечно, люди. Потому что всегда эта ответственность за людей, опять классика, у Экзюперии, мы в ответе за тех. Как хорошо, вы книги читали, вот молодцы такие. Значит, это же команды создаются под каждый вот пунктик, который обозначен, который не обозначен. Не только у меня, в жизни у любого человека формируется команда единомышленников. И они становятся зависимы от того результата, который ты им обещал, который ты вместе с ними планировал. И они не виноваты в том, что ты в какой-то момент обиделся или почувствовал слабину, или оказался неудовлетворен. Они тебя всячески поддерживали в самые твои такие моменты. Права такого нет. Вот эта ответственность за команды, благодарность этим командам, она всегда двигает к тому, что надо все-таки дойти до результата. Надо сделать так, чтобы... А дальше ведь сила команды в том, что она все время чего-то генерирует. И она на определенном этапе тебе дает новые новые какие-то наводки, куда двигаться. И продолжение следует, и все хорошо. Вот такой философский ответ. Пожалуйста. Добрый день, Леонид Григорьевич. Меня зовут Рахматулина Арина. Я первокурсник телевизионной журналистики. Я бы хотела у вас спросить. Мы познакомились с вашим большим опытом работы в сфере СМИ. Скажите, пожалуйста, вы довольны сегодняшним телевидением или все-таки раньше было лучше? Чего не хватает сейчас, что было тогда? Или наоборот? Чего не хватало тогда, что есть сейчас? Спасибо. Какой провокационный вопрос. Все коллеги сейчас. Вот. Это напрягает. Потому что за вами будущее не только телевидение, вообще медиапространство, а есть коллеги в настоящем живущие. Они тоже если послушают, потом будут немножко расстроены. Если честно ответить или пафосно. Вот. Честно, да? Нет, недоволен. Ужасно убогое медиапространство сегодня мы имеем. Да, мы получили. Почему? Я и говорил вам, по-моему, даже в первый день встречи, что рынок ждет и жаждет специалистов нового поколения, нового мышления. Как Михаил Сергеевич Горбачев говорил мышлени, это был автор как раз перестройки и гласности. Вот, это, это, это большая беда и большая проблема, то, что мы получили. Как из этого выходить, это очень долгая тема и очень долгий разговор, очень хороший разговор, и хорошо, что в эту сторону ваш вопрос. Ну, я бы сейчас не стал все-таки разворачивать эту тему. Вот, на меня очень-очень тоже томит. Иногда, кстати, к вопросу разочарования. Оно отсюда и рождается. на черта надо было этому посвящать столько лет жизни, если это пришло в целом в такое состояние. Был ли раньше лучше? Ну, нельзя сравнить и по количеству платформ, по количеству возможностей и по финансовым вложениям. Это было совсем другое. Трудно это сравнить. Знаете, что было хорошо? Я всегда говорю, кстати, и на лекциях, когда мы встречаемся. Вот, что было у той журналистики, в которой мы начинали. Я только про журналистику, потому что медиа – это шире, чем журналистика, это больше. Но только про нее. я всегда вспоминаю Грановского, могу уже забыть детали этой истории, но вот такой великий был журналист, публицист, который, посещая там очередной раз ресторан, задал вопрос официанту, а не унижает ли его то, что вот он бегает тут, в советские времена все-таки чувство достоинства человека высоко ценилось, вот, и как-то переживал, а не унижает ли его то, что вот он его обслуживает, вот он сидит, ест, плюется там, что-то делает. Он сказал, вы знаете, нет, потому что сейчас вот я вас обслуживаю, а приду домой, возьму газету и пойму, что вы меня обслуживаете, потому что я начну читать ваш материал, который вы писали для меня, чтобы удовлетворить меня. Причем Грановский вот, собственно, восклицает, вот про этого человека я готов писать, вот об этом человеке я буду писать, это личность. Вот заслугой советской журналистики, доставшейся нам наследство и похороненной успешно, было умение писать о простом человеке, умение писать позитив, умение демонстрировать на большие массы населения позитив. Трудно, адски трудно. Ну, я вам сейчас скажу, напишите, хорошее, или снимите, хороший, добрый материал. 90% из сидящих здесь провалят это задание, потому что вам даже пример неоткуда взять. Ушла вот эта гениальная школа, школа, где человек с его достоинствами был в центре внимания. Даже если мы уйдем в художественное отображение образов, ну, скажем, в телесериалы, ну, тоже часть медиапроизводства, пока она не разгромит всю деревню, со всей деревней не поимеет какие-то там отношения, не разведется с 10 парнями, которые ее кинут, да, а потом к ней вернутся. Понимаете, через трагедию негатив, пошлость и подлость рождается вдруг счастье. Я это не осуждаю и не ругаю. Это некая данность, это вот такой однобойкий взгляд на мир, что в мире все хорошее может состояться только через подлость. И на этом фоне и журналистика, и медиапространство потеряли ориентиры на какие-то лучшие стороны. Ну, мы же сами не пошлостями живем. Вы сейчас выйдете, будете нормальной жизнью, с друг другом нормально общаетесь. Даже ругаетесь смешно. В курилке часто торчу, там, слушаю. Очень смешно. Все равно там доброты больше, там больше человечности, там больше глубины, чем то, что это потом выдергивается и демонстрируется сегодняшним медиапространством. Это одна большая проблема. А есть еще масса, огромная масса, более сложных, о них даже не беру сейчас, начинает говорить проблем, которые привели сегодняшнее медиапространство в состояние неэффективности. Понимаете, доктор, который всех отправляет на кладбище, плохой доктор. Медиа, которые не могут реализовать свою функцию донесения информации и формирования определенных, я уже как социолог говорю, общественных настроений или хотя бы краткосрочных мнений, да, они неэффективны. для чего вы тогда работаете, если вы не можете выполнить эту миссию. Пандемия нам показала, медиапространство не в состоянии убедить людей ни в чем, что надо пойти у колодца, нет. Такая паника в обществе, разброты, шатания, такая истерия и все, и деморализованные медиа. Посмотрите, что изменилось сетки вещаний телеканалов за эти два года, когда люди принудительно сидели по домам. Это же такое счастье, те зрители посадили домой, никуда нельзя ездить, ни на курорты, ни на пляжи, ни ходить на работу даже какое-то время, да, отлично, поменяйте сетки каналов, поменяйте, начинайте мыслить категории людей, обычных людей, простых, что в этот момент можно сделать такого, чтобы на долгие годы прирастить, зацепить аудиторию. Ничего не сделали, ничего не сделали. Как шла программа «Время 21 час», так и идет. Как идет после нее сериал о том, кто кого разлюбил, так и идет. Как шел после программы «Вести Соловьев», так и идет. Только был один час в неделю, стало три часа каждый день. Все, все улучшение сетки вещания. Я не говорю, что они плохие, я говорю, что это неадекватно ожиданиям общества. Проблема в этом. И поэтому вся надежда на вас. если вы это не поправите, не знаю, что будет. Не знаю, это надо тогда становиться футуристом и рисовать какие-то самые страшные проекции. Кто будет тогда управлять мозгами общества? А это ведь, что уж греха таить? Это управление мозгами больших групп населения. А оказалось, не очень эффективных в руках. но это не показывайте коллегам, иначе они обидятся. Мы близимся к завершению. Давайте у нас еще... Еще вопросы есть. Я вот вижу, да. Повыше поднимите, пожалуйста. Три вопроса. Четыре. Пять. С вашего места введения. Я буду коротко отвечать просто. Буду коротко. И вопрос. Я же долго-долго так говорил. Можно, да? Можно, можно, да? Здравствуйте. Меня зовут Шахудинова Лиля. Я первый курс телевизионной журналистики. Хотелось бы узнать, как вы относитесь к критике и вообще менялось ли ваше отношение к чужому мнению со временем? Да. К критике отношусь очень хорошо. Мне она очень нравится. Потому что, когда тебя хвалят, ну, а тук-то, да? Хвалили, все. Если, конечно, премию дали там еще какую-нибудь, я так же фантазирую, конечно, орден там. Ну, это, конечно, приятно. Но это секундная радость. Критика тебя заставляет, она погружает тебя в глубокие раздумия. И это очень здорово. Когда ты все время вынужден находиться в боевой стойке, вот, даже если она не обоснованна, даже если она оскорбительна, а такое очень много в последнее время, к сожалению, стало. Не только в отношении меня, вообще в отношении того, что людям не нравится по той или иной причине. Вот. Ну, мне кажется, это всегда пища для размышлений. Поэтому к критике отношусь очень хорошо. А что еще? К чему? Менялось ли ваше отношение? То есть, вот, в прошлом и сейчас? Да, менялось. И тут я считаю, что вообще только дураки не меняются с годами. Вот человек, которому не дано расти, совершенствоваться, набираться знаний, он стоит на своем, как в том анекдоте. Им было больно, но они стояли на своем. Зачем? Когда появляются новые обстоятельства, скрываются новые факты, новые личности появляются, новые возможности открываются. А ты все, нет, я это считаю. Ну, это, по-моему, жизнь дуболома. И очень скучная. Поэтому, да, меняется. Очень существенно. По некоторым позициям просто радикально она меняется. И это не стесняйся. Это не хамелеон, который меняется и с обстоятельствами. А это процесс, когда ты меняешься, в связи с получением дополнительной информации и возможностей. Нормально? Хорошо? Очень хороший вопрос. Пожалуйста, следующий. Здравствуйте, я Лилиана с телевизионной журналистики. Я хотела задать такой вопрос. Я понимаю, что на него размышлять, наверное, долго. Но чего вы ждете от телевидения и журналистики в будущем? Вот как-то кратенько. Можно это быстренько описать? Доброты? Ну, давайте так вот. Доброты. Мне нравится. Нет, 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 нет. Тогда я сама ответила на этот вопрос. Нет, очень хорошее. Вы прямо вот сказали, и я с вами согласился. Такое же тоже может быть. Ну, скажем так, и доброты в том числе. А до этого что? Ту-ту-ту и доброты в том числе? Да. А ту-ту-ту это что? Какой хороший журналист. Доброты в том числе, да? Да тоже он такой, да? Как журналист какой-то привязался. Но вы сами же сказали, на эту тему надо очень долго и сложно размышлять. Если сейчас вдруг открою рот и... Но вы же профессионал. Чего? Вот я как профессионал сказал доброты. Я зацепился. В вашем вопросе была прекрасная подсказка. Кстати, доброта, если ее рассматривать с большой буквы, разбить на составляющие, она в себя включает еще целый ряд понятий, категорий, которые в целом мы, собственно, и ожидаем. Не только от медиапространства, но от медиа в первую очередь. От искусства в целом. Ну, доброта мне очень нравится. Спасибо вам большое. Леонид Григорьевич, здравствуйте. Меня зовут Бояринцова Виктория. Первый курс телевидения. А почему программа «Тушите свет» перестала выходить на универ ТВ? А почему программа «Тушите свет» перестала выходить? Не знаю, мы просто... Концептуально она начиналась как программа реакции на какие-то негативные, критические или проблемные высказывания по поводу КФУ. Нам показалось на определенном этапе с коллегами, что это немножко узко. Много того, что не совсем качественно попадает в медиа. И вот надо чуть-чуть расширить спектр того, в связи с чем ты тушишь свет. И вполне программа может даже жить. Смотрите информационно-аналитическую программу КФУ «Итоги недели». Там есть рубрика Леонид Григорьевич. Как раз с этой недели мы вновь возобновляем эфир. Вот такой хороший анонс. Да. А вообще мне тоже нравилось это. Понимаете? Ну, здесь нужно... Здесь надо до мелочи не опуститься. Ну, потому что по каждому там чиху будешь реагировать. Ну, и интересно... Надо же думать о расширении аудитории. О том, что студенты жалуются, что им не дают кушать на сковородке. Нельзя говорить каждую неделю. Слишком скучно. И вам будет скучно. Что-то придумать. Если вы идеи, кстати, дадите какие-то новые для того, что... Сам формат мне нравился. Вот. Может быть, она будет выходить снова, да? Мы будем только рады. Я почему вот так вот посмотрю на коллегу, потому что это еще и рукой Департамента информационной политики КФУ и многое в их руках, да? Вот. Какие новые проекты будут у нас в информационном поле? Да? Здравствуйте. Меня зовут Сотникова Лада. Да, да. У меня вопрос. Как вы считаете, каким должен оставаться человек, чтобы быть интересным и полезным для общества в то время, когда в нашем мире размыты моральные ценности и нет четкого понятия, что такое хорошо, что такое плохо? Вы опять хотите сказать, чтобы я сказал, я согласен с этим, да? И все. Ну, кстати, как ни странно, вы тоже почти ответили. В то время, когда размыты моральные... Оставайтесь морально, морально, этические, внутренне последовательным. И вы будете все время приспосабливаться, опускаться до уровня среднестатистического состояния общества, конечно, вы будете не интересны. Вы будете одна в безликой море. Даже тут, смотрите, как красиво. Все в черном, и вы так, в светлом. Заметили? Вот я сразу обратил внимание, что в этом ряду всех в темном, вот здесь начинается белое пятно, и здесь. Видите? То есть, какое у меня сразу, как просто, чисто психологически, да, девушка пришла в хорошем настроении, с позитивным настроем. Ей было плевать, какая будет сегодня погода. То есть, польет дождь, не пойдет, все равно в белом пойду, да? Вот. в светлом. И уже выделились. Понимаете? То есть, у меня, глядя на вас, ощущение, что вы человек с позитивным настроем, и все. Оставайтесь самим собой, оставайтесь позитивным и естественным там, где кажется, что, ну, проще, как все. Так действительно проще. Ну, вы же говорите, как оказаться интересным и быть, продолжать оставаться интересным, несмотря на то, что, ну, по каким-то причинам там интерес гаснет. Когда вы будете, вот, индивидуальность всегда интересна. Как только человек говорит, ой, я это где-то слышал, это вид, да, это уже все говорят, все, понимаете, сразу неинтересно. Мы сразу реагируем так. вот, будьте самими собой. Примитивно, но правда, правда, мне кажется. Здравствуйте, меня зовут Альбина, я с первого курса режиссура телевидения. Как вы считаете, что может сейчас помочь региональному телевидению, ну, начать стремительное развитие? Ну, это вот вы, тут, опять мы с вами входим. А первый курс вы, да? У нас с вами будет скоро очень предмет, один, достаточно длинный. Мы, кстати, вот там эту тему пообсуждаем, потому что здесь на самом деле аспектов очень много, начиная ведь, там есть, есть проблемы более серьезные, которые они не в состоянии так быстро и вообще решительно преодолеть. Это, скажем, бизнес-модель, перестройка бизнес-модели. Вот, есть проблемы более легко решаемые. Ну, скажем так, давайте ваш вопрос запомним и мы его пообсуждаем, но не сегодня. Но у регионального телевидения в нынешнем виде я вижу меньше светлых перспектив, чем у нишевых и федеральных телеигроков. Вот о нишевых можно тут говорить с перспективой более, конечно, далекой. А здесь требуется серьезное обсуждение. Они не умрут, не вымрут. Ну, там очень серьезная, длинная такая, с моей точки зрения, нужна работа. Знаете, кстати, у меня коллеги очень часто говорят, вот ты частенько критикуешь, там, медиа, пространство, да, а ну-ка, давай, напиши, что ты предлагаешь. здесь какие хитрые, да, я должен так сесть и бесплатно им написать то, чего они не делали всю свою жизнь. Не буду им ничего писать. Мы лучше это с вами пообсуждаем, и я вам лично, ну, вот, коллегам отдам эти знания, которые вы потом там накрутите на свои и сделаете лучше, чем они, да, чем мы им это возьмем, бесплатно подарим. Будем хитрее. Вот. Ну, хороший вопрос, очень правильный и очень проблемный. На него тяжелее всего найти ответы. вот. Можно, да? Здравствуйте, меня зовут Софья Воронова, первый курс телевидения. Я хотела бы узнать, есть ли у вас какие-то личности на примете, журналистка, деятельностью которых вы когда-либо восхищались? Были ли такие люди, которые загорелись какой-то идеей, но не довели ее до конца, до успешного, ну, то есть до финала, не добились успеха? И вот не возникало ли у вас ощущения, что именно вам нужно сказать за них какое-то слово? То есть довести их дело до конца? Такое, какие вопросы пошли, прям серьезные, да? Каждый один сложнее другого. Кем восхищались? Ну, вот я уже Аграновского там вспоминал, да? То есть было очень много имен ярких, которым мы восхищались. Мой первый редактор Гаврилов Андрей Петрович, который вот «Вечернюю Казань» создавал, тот же Яковлев, который я тоже вспоминал, создатель вот, московский, ну, не создатель, но он человек, поднявший, или там Коротич, который возглавлял «Огонек» вот в самые такие лихие годы, журнал «Огонек». Та же группа ребят, которые вокруг «Листьев» в свое время на телевидении, вот, объединялись. Сергей Доренко, очень своеобразный, неординарный журналист, и иногда совсем даже не журналист, но, но абсолютно неординарная личность. имен на самом деле «Ларри Кинг», если мировые братья Мина, десятки тысяч интерьеров, все в прямом эфире. И это вам не дуть, который один раз в два месяца на Ютьюбе вылизанное только то, что ему нравится. Это каждый день у тебя бесконечное количество гостей, которые тебе нравятся, не нравятся, ты их должен препарировать и за несколько десятков минут достать из них всю сущность, не оскорбив ни его, ни слушателей. И только в прямом эфире, только, не без права на ошибку. Разве это нас заслуживает? Это вообще восхищение. Вот это школы были журналистки, таких у нас сейчас нет. Они почти умерли, это очень плохо. И даже дискуссии, которые мы видим, ток-шоу на телевидении, они идут, в общем, с удобными собеседниками. Неудобных почти не приглашают. Это делает скучным, это делает неинтересным, невостребованным. Чего я ходил с охраной там? Потому что на теледебаты приглашал людей, в том числе и крайне неудобных. Они так заводились. Вот потом шли угрозы жизни и все. С другой стороны, это тебя заводит, с другой стороны, ты аудиторию это представляешь во всей своей красе. А с третьей стороны, ты, в общем, полняешься умеешь, ты демонстрируешь весь средств общества, который есть, да еще и в прямом эфире. Вот. Есть масса людей, которым можно восхищаться, которые этот путь проделывали на разных там уровнях и в разных странах. Но чье недоделанное дело, мне кажется, мы, вот мы, поколение, возвращаясь к началу беседы, вечерней Казани, мы очень виноваты перед Андреем Гаврилом, Андреем Петровичем Гаврилом, первым редактором этой газеты, после смерти которого вот то лидерство не смогли удержать. Ну, разбрелись, разошлись как-то. А сегодня даже мемориальную доску на его доме, да, пробить не можем, где он жил. А он умер в 91-м году. Представляете, сколько лет не можем даже этого сделать. И газеты нет уже. Вот, разве это не вина? Желание подхватить дело, желание как-то поправить ситуацию, желание как-то исправиться перед теми людьми, кто делал славу нашей журналистике, всегда было очень большое. А до конца не доводили. Это, ну, это черное пятно на каждом, мне кажется, из нас, кто относил себя к той команде и не смог. Может быть, когда-то сможем. Может быть, когда-то не в индустрию там японско упорно пойдем, а вот все-таки поправим ошибки, которые... Но ведь вопрос, какая должна быть газета будущего, уже один в один ничего не сделать и не повторить. Ну, какое-то новое качество найти тому, чтобы имя, по крайней мере, доброе имя и недоделанное им дело доделать, надо подумать и поискать. Хороший, добрый вопрос у вас. Спасибо. Спасибо большое. А еще можно такой маленький вопрос? Самобытность и оригинальность или же все по правилам? Что для вас важнее? Или, может быть, есть какая-то середина? Самобытность, оригинальность, все по правилам. Пока вы вспоминаете, я напомню, что мы 20 минут назад приближались к завершению. Да. Вот все по правилам, видите. Значит, ну, очень хочется по правилам, но по правилам не получится. Все по правилам. Сегодня мы, когда своим утром просыпаемся и не знаем, что еще нового нам подкинул IT-сектор, какие новые появились возможности, а какие умерли, какие глобальные события, каким образом переформатировали тельные процессы в обществе, не получится по изначально заданным правилам. Слишком быстро, динамично все вокруг меняется, в том числе в нашей сфере деятельности. Ну, надо какие-то базовые правила соблюдать, базовые какие-то, да. Я не знаю, язык, на котором вы работаете, надо хоть грамотно-то знать, владеть им более-менее в совершенстве с точки зрения письма и речи. Ну, понятно, есть какие-то правила передачи, картинки, то есть у человека не должна болеть голова после того, как он посмотрел то, что вы наделали. Вот, какая-то последовательность мысли, какая-то опора на классическую там литературу и, ну, фундамент у дома должен быть. Зимний дворец, сколько бы красиво не был, если бы не было хорошего фундамента, он в Неве утонул, да, но он стоит, но фундамент не очень красивый, грязный, и там, говорит, даже крысы бегают, но, понимаете, без него бы зимнего не было. Все равно вот этот фундамент тяжелый, массивный, мы должны под себя подкладывать, а дальше строить красивый дворец. Вот, а строить уже можно неординарно, необычный, и тогда вот он зимний, и тогда он же памятник архитектуры. Одно другому не противоречит. конечно, все больше и больше правил, традиционных правил подвергает сомнению. И иногда вполне обоснованно. Не надо бояться менять правила. В конце концов, эти правила написаны нами самими. Вот, Лексус Вован здесь были, да, и пошел спор. Когда мы их встречали, месяц назад, что ли? В июле. Да. Знаете такие Лексус Вован? Два таких известных пранкера? Или вы не признаетесь, или не знаете. Одно из двух. Ну, в общем, такие пранкеры. Вот, они добывают очень интересную, ценную, эксклюзивную информацию, под дел, ну, там, от имени Зеленского звонят президенту, там, я не знаю, премьер-министру Британии, или там, министру обороны. И тот задает всю ценную информацию, вроде как думает, что это Зеленский. А потом берут и это все публикуют. Это нарушение правил этики с точки зрения журналистики. С другой стороны, в нынешнем мире часто ценную информацию эксклюзивную по-другому не добыть. Надо просто понимать, что они, наверное, фрагмент какой-то части работ, которые ведет медиапространство. То есть, добыть информацию сегодня иногда, чтобы добыть ценную информацию, приходится жертвовать многими правилами, в том числе, той же этикой. А вот дальше, как ее препарировать, как ее подавать, использовать, здесь все-таки этические нормы должны включаться. То есть, видите, некое незыблемое правило приходится расчленять для того, чтобы иметь качественный результат. И так во многом. Представьте, если бы все фильмы снимались по правилам 70-х годов. Они тогда шикарно снимались, но сейчас новые технические возможности, и многие вещи можно просто игнорировать. Он ведет борьбу с уроном, прыгая на зеленке, вместо меча у него кухонный нож. А потом, ничего получается. Какая красота. Поэтому против правил, да? Поняла вас. Спасибо большое. Я обещал коротко, 20 минут. Давайте, да, коротко, пожалуйста. Меня зовут Анастасия. Я студентка 4-го курса социологии. Вопрос таков. Как вы считаете, насколько необходимо и необходимо ли социологическое образование или квалификация для человека, который работает журналистом, либо вообще тот, кто создает медиапродукты? Ну, принципиально оно не является необходимостью. Но если оно есть, это огромное конкурентное преимущество. Вы это же прямо про меня спросили. Представляете, если бы я не владел инструментом, инструментарием социологии, если бы я не знал, ну, более-менее элементарно математику, основы матанализа, матстатистики, если бы системный не системный системный анализ не был изначально заложен, мне было бы тяжелее пробивать. Ну, и, причем, не самый большой, кто пробился, да, есть масса людей, которые, ну, просто достигли гигантских высот, владея смежными какими-то знаниями, в том числе и социологией. Социология в этом смысле, это очень это изучение общественных настроений на входах, на выходах, контроли промежуточные, как без этого эффективно может работать медийщик, журналист. Даже не в пустоту все это делается. Если ты этим владеешь, ты будешь в десятки раз эффективен, тем более в наше время. Поэтому спасибо, социологи, что пришли, родные. Спасибо. Вот здесь у нас на первом ряду еще один вопрос. Я думаю, он будет завершающим. Да, что-то я много говорю вам. У меня даже не вопрос, Салават Раильевич, пожелания. Я бы хотела сказать, чтобы вы обратили внимание еще раз на этого человека. Вам очень повезло, что вы являетесь студентами именно Высшей школы журналистики медиакоммуникации. Обратите также внимание на Салавата Раильевича. Это очень хороший пример того, как можно правильно, быстро выстраивать свою траекторию, а главное грамотно. И также хотел сказать, что все те мероприятия, которые проходят здесь в шоуруме, это отличный для вас тренажер. Как правильно задавать вопросы? Какие задавать вопросы? Изучайте персону, которая приходит сюда. Это для вас будет очень полезно. Я считаю, что мудрее, наверное, руководителя, на мой взгляд, точно нет. Поэтому обязательно сюда приходите, обязательно учитесь и впитывайте все то, что он говорит. Все. Спасибо. Благоуану, редактор в центре медиакоммуникации. Спасибо. Прямо как в фильме «Москва слезам не верит». Смотрел кто-нибудь этот фильм? Да. О, уже получше. Смотри эти фильмы, потому что это же для нас это очень важно. Это сценаристика, это работа режиссеров, это работа не только актеров, а операторские какие-то школы там. И там, помните, была такая фраза у Гоши, да, у героя, кто смотрел? Уж больно какой-то хороший я получаюсь у вас, да, когда они там рассказывали, какой Гоша хороший и ели шашлыки. Вот. Ну, может, не такой хороший, но, во всяком случае, все, что мог на сегодня я ответил, нет уж, наверное, больше вопросов или никому вы больше не дадите этого права, но мы еще будем встречаться. Вопросы есть, я думаю, еще до будущих встреч обязательно их зададим. Их будет только больше, и мы будем этому только рады. Большое вам спасибо, до новых встреч. Спасибо. Бум-бум-бум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова